Итак, начинаем. Правоохранительные органы до сих пор не смогли задержать причастных к перестрелке рядом со сквером космонавтов. Напомню, разборка в стиле 90-х в Зеленой Роще в Красноярске произошла в прошлый четверг. Были убиты два человека, участники конфликта. Стреляли на глазах у сотен прохожих. По горячим следам полиция задержала больше 20 человек, но позже все они были отпущены. Подробности выяснял Виталий Поляков. Полиция отпустила на свободу всех подозреваемых в перестрелке возле сквера космонавтов. Также до сих пор не установлены лица, причастные к убийству. Об этом сегодня сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Красноярскому краю. Напомню, в прошлый четверг две противоборствующие группировки устроили стрельбу в Зеленой Роще. Были убиты два человека. На этих кадрах перестрелка в Зеленой Роще. Пули свистят, а вокруг сотни человек, обычные прохожие. Кто идет в магазин, то просто прогуливается с детьми. Все произошло в четверг вечером 18 июля. На следующий же день полиция заявила, что все участники разборки задержаны. Якобы установлены и те, кто непосредственно стрелял. Изъято оружие. Сегодня выяснилось, что не все так гладко. Свидетели преступления масса и съемка камер наблюдения. Обнаружена одна из машин преступников, но бандиты до сих пор разгуливают на свободе. Следствие полным ходом идет по этому делу. К сожалению, пока подозреваемые не задержаны. В этой связи обращаемся к жителям города Красноярска, которые 18 июля вечером оказались возле супермаркета «Роща» и были свидетелями перестрелки. Если вам что-то известно об этом, сообщите по телефону 227-06-45. По версии полиции, разборка в Зеленой Роще произошла из-за того, что строительные компании «Новый город» и «Гауди» не поделили госконтракт на ремонт школы. По нефициальным данным, в конфликте также принимали участие представители одной из охранных фирм города. Напомню, в результате конфликта на месте был убит 42-летний учредитель компании «Новый город». Позже в брошенной машине полиция обнаружила еще одного убитого, 90-го года рождения. Жители Зеленой Рощи до сих пор напуганы. Перекупрались? Конечно. Много народу, люди были в кафе, с ребятишками ходили, все расцеплены и бежали. Ну просто открывали двери и стреляли. Очень страшно. Вообще жутко ходили. У меня что-то ноги обмякнули. Я бы вышла сюда, смотрела. Страшно было за тех, кто гулял с ребятишками. Компании «Новый город» и «Гауди» хорошо известны и строительному сообществу, и красноярским антимонопольщикам. Эти фирмы постоянно участвуют в тендерах, которые проводят «Город и край». Заместитель руководителя УФАС Олег Харченко говорит, что «Новый город» и вовсе находится в черном списке антимонопольщиков. Компанию подозревают в картельных сговорах. Есть ряд таких сомнительных аукционов. Например, выходило шесть участников. Пятеро с достоинством не работали с площадкой, а наблюдали на экранах мониторов, как происходит аукцион. А «Новый город» делал демонстративный один шаг. Снижал начальную максимальную цену контракта на 0,5% и выходил из этой трудной конкурентной борьбы победить. Компания «Новый город» зарегистрирована по адресу улица 40 лет Победы, 21. Это автомоечный комплекс в Солнечном. Но здесь этой фирмы нет, а местные предприниматели о такой и не слышали. В свою очередь «Гауди» зарегистрирована на Алексеева 109. Нам удалось дозвониться до сотрудников этой компании, но что-либо пояснить они не смогли. А что-то у вас, какие-то выемки документов, что-то проводилось? Я ничего не знаю. Вам надо с руководителем общаться, если вы хотите что-то. Я не знаю ничего. Эксперты уверены, что на самом деле у правоохранительных органов на примете есть подозреваемые в этой перестрелке. Но чтобы арестовать их, необходимы веские доказательства, которых, судя по всему, у следствия нет. Но если у вас есть свои новости, звоните лично мне, мой телефон 292-9127. Или пишите на наш сайт afontowa.ru Виталий Поляков, Сергей Камашев. Афонтова новости.